Всем привет, я Ваня Воробей и я рад приветствовать вас в моем обучающем блоге по фотокоррекции и фотографии, которые мы делаем совместно с ASUS Studio. И сегодня мы с вами разберем мой последний актуальный пресет, которым я сейчас пользуюсь и который мои подписчики очень просили меня разобрать. Этот пресет я смог создать благодаря моему ASUS StudioBook 15 на процессоре Intel Core i7 девятого поколения. Все дело в том, что я хотел обновить свой предыдущий актуальный пресет, сделать его еще более темным и оттенки черного и белого довести до идеала. И все это мне удалось благодаря экрану в этом ноутбуке, который сертифицирован по программе Pantone. И благодаря этому экран настолько шикарный, что у него идеальная отсюда передача. Эта обработка, как и предыдущие мои пресеты, довольно универсальная, подходит под совершенно любые сценарии, как портреты, пейзажи, селфи, что угодно. Итак, давайте не будем взять время, приступим к детальному разбору этой обработки, чтобы вы могли повторить ее за мной и применить к любым своим фотографиям. Открываем Lightroom, выбираем фотографию, приступаем к обработке. Итак, первым делом мы выставляем значение температуры. Здесь у меня 6300 Кельвинов и оттенок на плюс 9. Далее мы работаем со светом, и здесь я немного понижаю экспозицию, чтобы общую яркость фотографии сделать меньше. На минус 0,31. Контраст повышаю на плюс 30. Свет на участке плюс 10. Тени на плюс 50. Белые поднимаю на плюс 40. И черные понижаю на минус 20. Далее четкость мы повышаем на плюс 20. А удаление дымки делаем меньше на минус 10. После этого в параметрах насыщенность и красочность мы уменьшаем их на минус 20. Далее мы поступаем к тренировке фотографий в кривых. И для того, чтобы сделать такую тренировку, как у меня, вам нужно просто повторить две кривые за мной в первом канале, белом и синем. В первом. Сделав две точки здесь. Здесь. И в синем вот здесь. Далее мы добавляем на фотографии виньетку в эффектах. Выставляя параметры виньетки на минус 20. Центр на 40. И растушевку на 60. На всех своих фотографиях я добавляю зернистость на 20. Размер 25. И плавность на 50. После чего мы приступаем к работе с цветами. Первым делом идем в красный. Уводим оттенок немного в желтый на плюс 10. Яркость делаем выше на плюс 20. И яркость тоже на плюс 20. Далее идем в оранжевый. Это очень важный параметр при обработке именно в моем пресете. Потому что он отвечает за цвет кожи. И здесь очень важно подобрать правильный естественный оттенок. Иногда можно сделать его даже более загорелым. Но обязательно делать его максимально естественным. Поэтому здесь оттенок конкретно на моей фотографии я делаю на минус 10. Чуть более в красный. Насыщенность на плюс 60. И яркость на минус 5. Желтый я убираю в красный на минус 100 оттенок. Насыщенность полностью убираю на минус 100. Как и яркость тоже на минус 100. Это позволяет некоторые участки фотографии сделать именно черными. То же самое с голубым, синим, фиолетовым и розовым цветом. Далее мы идем в тонировку теней и светлых участков. В светлых участках оттенок мы выставляем на 240, а насыщенность на 2. В тенях оттенок на 235 и насыщенность на 10. Также в обработке конкретно этой фотографии я использовал одну из очень удобных фиджек Lightroom, которая называется «Линильная обработка». Этот инструмент используется для обработки отдельных участков в самой фотографии по разным параметрам. Конкретно на этой фотографии я хотел сделать еще темнее то, что находится за окном квартиры. Поэтому я разместил ее вот таким образом и уменьшил параметры белых и светлых участков на минус 50. Итак, сегодня я поделился с вами всеми секретами моей последней актуальной цветокоррекции, которой мне удалось добиться благодаря этому экрану соидеальной цветокоррекции. Поэтому вы можете повторить все за мной и применять ее для своих фотографий. Всем спасибо за просмотр. Обучайтесь творчеству вместе с ASUS Studio. Спасибо за просмотр.